Здравствуйте! Несмотря на то, что человечество договорилось вроде бы как не спорить о вкусах, мы все-таки пытаемся устанавливать определенные каноны красоты. Если какому-то непросвещенному вдруг кажется сомнительным, что этот предмет искусства действительно достоин восхищения, то критики, люди более образованные по сути, начинают употреблять малопонятные ему термины, суть которых сводится к одному – этот человек просто чего-то недопонимает. Примерно такая же история существует и с автомобилями. По отношению к французским автомобилям, в частности к автомобилям компании Рено, люди делились на тех, кому дизайн этих машин нравится, и на тех, кто откровенно чего-то недопонимает. Причем в нашей стране тех, кто недопонимает, было гораздо больше. Но, тем не менее, компания Рено не бросала своих просветительских функций. За Модусом появлялся Велсатис, да и много других машин, которые явно относились не к нашему веку, а, возможно, к веку следующему. Но, тем не менее, компания Рено, наверное, сдалась. Поняла, что многие из покупателей, жили еще в 20 веке, имеют свои традиционные представления о том, как должна выглядеть машина. И очередной автомобиль, представленный на суд общественности, гораздо больше похож на машину в нашем понимании этого слова. Рено Лагуна третьего поколения, собственно, перед вами. И похожа она банально на машину. Не на звездолет или какой-нибудь другой космический гаджет, а просто на машину. И поэтому в компании Рено на нее возлагают большие надежды. Причина этих надежд, правда, не только во внешности. Есть кое-какие секреты и внутри. К ним мы чуть позже вернемся. Но начнем, пожалуй, все-таки с внешности. Но от перемены настроений в самой компании Рено Лагуна, хоть и третьего поколения, все же не перестал быть типично французским автомобилем. А значит, ему свойственна некая изощренность в экстерьере. В облике автомобиля присутствует и стремительность подстать моменту, и солидность подстать классу D. Ведь именно в этом классе будет выступать Рено Лагуна третьего поколения. А значит, французские чиновники с охотой пересядут на этот автомобиль. Ну, или их пересадят каким-либо распоряжением французского правительства. Я не знаю, как там во Франции решаются такие вопросы. Да это и не важно. Гораздо важнее другое. Пересядем ли мы на эту машину сами? Во всяком случае, та часть нашего населения, которая как раз и выбирает сейчас себе автомобиль класса D. Давайте попробуем с этим моментом и определиться, взвесив все за и против. Для большей объективности я на себя постараюсь приметить роль человека, который выбирает себе что-то похожее. Внешне этот автомобиль больше не эпатирует. А значит, солидному человеку очень даже подходит. Он не будет противоречить его социальному статусу. С практической точки зрения у этой машины есть тоже очень много плюсов. Выходит она на наш рынок в двух версиях. Универсал и хэтчбэк. Это, как видите, подворнику не седан, а именно хэтчбэк. Значит, внутреннее пространство у него располагает к тому, чтобы здесь поместились кое-какие вещи. Даже в невозбужденном состоянии, если не трогать спинки задних сидений, пространство под вот этой вот крышкой составляет около 500 литров. Более чем достаточно для одного и вполне достаточно для целой семьи, отправляющейся на этой машине в путешествие. Теперь давайте посмотрим на то, насколько комфортно будет этой семье в предстоящей поездке. Но переходя от хозяйственных свершений к вершинам комфорта, которых удалось достичь создателям вот этого автомобиля, неплохо было бы сделать одну промежуточную остановку. А именно поговорить о том, из-за чего же все-таки эту машину выбирать будут многие мужчины. А причина эта скрыта, как всегда, вот здесь. Рено Лагуна появляется на рынке сразу с широкой гаммой двигателей. Начиная с самого скромного, объемом 1,6 литра, бензинового мотора, выдающего мощность 115 лошадиных сил, заканчивая топовым, двухлитровым турбированным бензиновым мотором с мощностью 170 лошадиных сил. Не бог весь что для такого объема при турбине, но тем не менее вполне достаточно, чтобы уверенно, практически по-олимпийски разгонять вот такую вот машину. Есть еще два промежуточных варианта. Один бензиновый атмосферный, мощностью что-то около 140 лошадиных сил. И что самое главное, двухлитровый дизель, турбированный дизель, мощность 150 лошадиных сил. Это еще не все. Турбированный дизель будет доступен и в России. Компания провела мониторинг того, что у нас продается под названием дизельное топливо и пришла к выводу, что этого качества вполне хватает для беспроблемного существования такого вот автомобиля. Но тем не менее мы остановили свой выбор на самом олимпийском, двухлитровом турбированном бензиновом моторе, мощностью 170 лошадиных сил. И проведем тест этого олимпийского автомобиля в будущей столице наших олимпийских игр, в Сочи. Посмотрим, как же себя почувствует будущий олимпиец, владелец потенциальной такого вот автомобиля. Международный олимпийский комитет решил, что лучшее место для зимней олимпиады, чем в Сочи, не найти. Мы, в принципе, в какой-то степени согласны. Потому что лучшее место для теста автомобиля, чем в Сочи, не найти. И красоты природы – это не единственное достоинство города Сочи. Еще одно достоинство – это отвратительные дороги, на которых очень хорошо проверять работу подвески вот этого вот автомобиля. И еще один момент – климатические способности этой машины тоже нуждаются в неплохой проверке. Давайте посмотрим вот сюда. Черный цвет автомобиля удачно скрадывает одно интересное решение на стыке инженерной науки и дизайнерского искусства. Вот эта вот металлическая часть автомобиля соседствует с вот этой абсолютно стеклянной. У Рено Лагуна полностью стеклянная крыша, состоящая из двух частей границы, проходит вот здесь. Причем передняя часть крыши запросто съезжает, просто открывая возможность передним пассажирам смотреть на небо без всякой преграды. С задних пассажиров такая возможность, увы, минула, но тем не менее стеклянная крыша позволяет им посмотреть на те красоты города Сочи, которые пока еще не испорчены предолимпийским ажиотажем. Но давайте все-таки проникнем внутрь и посмотрим, как все это великолепие ездит. Есть несколько очень серьезных причин, по которым Рено Лагуну третьего поколения должны оценить именно российские водители. Это специальная российская подготовка. Заключается она в измененной подвеске. Во-первых, подвеска усилена, а во-вторых, увеличен дорожный просвет автомобиля. Что это значит, вы можете ощутить прямо сейчас. Мы едем по очень неровной дороге. Она полна улыжников и других камней. По такой дороге некомфортно ехать даже на автомобиле класса кроссовер, который вроде бы должен быть приспособлен для движения по таким вот ужасным неровностям. Единственное, что у нас останавливает движение по совсем уж серьезному бездорожью, все-таки клиренс увеличен не настолько кардинальным образом. Да и привод здесь всего лишь на одну ось, на переднюю. Но, во всяком случае, вот эта машина себя ведет гораздо лучше, чем многие из тех автомобилей, которые предназначены, вроде бы как, для движения по бездорожью. И клиренса, в принципе, вполне хватает для того, чтобы свернуть с асфальтовой дороги куда-нибудь, где покрасивее, где можно хорошо отдохнуть с семьей. Вот такой автомобиль для российских условий подходит идеально. Во всяком случае, с точки зрения подвески. Но перейдем к остальным особенностям. То, что снаружи выглядит, как сплошная стеклянная, практически панорамная крыша, изнутри воспринимается гораздо скромнее. Это два самостоятельных люка. Причем, как мы с вами выяснили, задний еще, к тому же, и не открывается. Открывается передний, но здесь есть один небольшой технический нюанс, с которым придется столкнуться ни раз и ни два любому владельцу автомобиля Рено Лагуна. Вот таким образом открывается крышка, защищающая салон автомобиля от потока света. Причем мне для этого не пришлось делать абсолютно ничего, кроме как ехать по неровной дороге. Она периодически будет открываться самостоятельно на ходу, несмотря на всю мягкость подвески. Я могу повторять это действие еще несколько раз, и каждый раз будет происходить такое забавное явление, как собственноручное открытие солнцезащитного козырька вот этого вот люка. Не очень удобное решение, потому что в какой-то момент времени и водитель, и передний пассажир придут к выводу, что чтобы не получить какого-нибудь серьезного нервного расстройства, стоит уж плюнуть и ехать таким образом, как есть. Люк сам открывается достаточно легко, имеет несколько промежуточных положений, и на ходу в автомобиле будет достаточно удобно и комфортно. Это дополнительный такой элемент климатической установки автомобиля. Ну, а о самом климат-контроле мы сейчас поговорим. Тем более, что он в этом автомобиле имеет две зоны, как и положено достойному автомобилю, выступающему в классе D. Да и вообще интерьер «Лагуны» стал заметно солиднее. Материалы благороднее, дизайн выразительнее, а оснащение гораздо богаче. Что же касается самого климат-контроля, то помимо двухзонного режима, его отличает очень удобный интерфейс. И удачное расположение. Само оформление салона даже наводит на мысли о некой спортивности. Мы же сейчас едем на автомобиле с подвеской откровенно мягкой и вроде бы как неспособной к преодолению серьезных серпантинов. Таких вот крутых поворотов на скоростях, отличных от скорости движения пешехода. Но не тут-то было. Машина очень здорово управляется. Она входит в повороты, практически завинчивается в них и не выказывает ни склонности к изменению траектории. Я имею в виду несанкционированную изменению траектории к сносу передней или задней оси. Управлять таким автомобилем очень приятно. Ты едешь, чувствуешь, что едешь достаточно активно, но тем не менее не ощущаешь вот этой вот неотъемлемой черты дискомфорта от того, что тебя постоянно трясет. И откровенного ужаса, который испытывают владельцы многих таких действительно подспортивленных автомобилей от регулярных пробоев подвески. Видите, звуки в салоне машины раздаются как скрип на тонущем корабле. Каждый удар воспринимается как практически предсмертная агония машины. Здесь всего этого нет. Комфорт, он присутствует на любой скорости. И на большой, и на маленькой. И что самое главное, вот эта вот мягкая подвеска, она позволяет проходить эту дорогу гораздо быстрее. На таком вот мягком автомобиле, чем ее смогли бы пройти среднестатистические водители на спортивном болиде. Потому что машина совершенно не лишает водителя возможности управлять, управлять собой, невзирая на то, что при этом комфорт остается на очень высоком уровне. Есть в нашей стране места, проезжая мимо которых невольно задумываешься о вечном. Вечная применительность к автомобилям, это, конечно же, их система безопасности. У Renault Laguna в плане безопасности очень неплохая наследственность. Ведь еще Renault Laguna первого поколения стал первым автомобилем, простите за тавтологию, который получил максимальные пять звезд по тестам Euro NCAP. То есть он был признан в своем классе самым безопасным автомобилем. Первым автомобилем, который добился таких результатов. И у Renault Laguna 3 результаты как минимум не хуже. Серьезно заморочившись живучестью этого автомобиля, инженеры после окончания своих трудов вынуждены были признать, что вес автомобиля по сравнению с предшественником увеличился аж на целых 90 килограмм. Этот вес увеличился за счет подушек, за счет преднатяжителей, за счет элементов конструкции кузова, которые повышали его жесткость и гарантировали дополнительные шансы на выживаемость для пассажиров в случае каких-то неурядиц. Потом, подумав еще сильнее, они снизили эти 90 килограмм, плюс еще прихватили 10 дополнительных. То есть эта машина на 10 килограмм легче, чем предшественница. Несмотря на то, что она очень серьезно оснащена различными элементами, повышающими безопасность и дающими в итоге те самые заветные 5 звезд и много дополнительных опций по методике различных институтов исследующих безопасность современных жителей, водителей и пассажиров автомобилей. Есть мнение, что современная методика краш-тестов нуждается в серьезных изменениях. Ведь сегодня автомобили известных производителей по такой методике получают только высокие отметки. Но тем не менее, Лагуна, какое поколение уже подряд, зарабатывает честную пятерку по этому нелегкому предмету. Обычно такое хулиганство заканчивается тем, что в заднюю часть автомобиля этого хулигана сразу кто-нибудь въезжает. В лучшем случае другой легковой автомобиль, в худшем какой-нибудь грузовик. Но мы не хулиганим, мы лишь демонстрируем возможности Рено Лагуны третьего поколения. Тормозная система этого автомобиля немного изменена именно для того, чтобы избежать возможных дорожно-транспортных происшествий. Она настроена таким образом, что если водитель убирает ногу с педали газа, резко убирает, то давление в тормозной системе автоматически повышается. Таким образом, когда водитель начинает тормозить, то торможение происходит наиболее эффективным способом. Это что касается системы безопасности активной, ведь они для того и предусмотрены, чтобы пользоваться пассивными средствами как можно меньше. Помимо дизайна и оснащения, изменился и подход к производству Лагуны. Теперь во главе угла стоит качество. Наивно предполагать, что это следствие изменившегося закона о защите прав потребителей в нашей стране. Но тем не менее, Рено Лагуна третьего поколения – это жесточайший контроль производства на всех этапах. Так что, подводя итоги теста нового Рено Лагуны, нужно признать, что он очень удобен для поездок на дальние расстояния. Мягкая подвеска убережет от тряски на любой дороге. Он весьма неплох и для городской жизни. Отличный обзор, маневренность и функциональность позволяют избавиться от любых сомнений на эту тему. Получается практически полный набор качеств идеального автомобиля на каждый день. Есть в этом наборе хорошие новости для тех, кто сомневается в надежности французских автомобилей. Жестокий контроль качества на всех этапах не может не принести положительных результатов. Осталось, пожалуй, определиться с внешностью. Она имеет шанс понравиться, но даже если нет, эту машину можно выбрать за массу других достоинств. Редактор субтитров А.Семкин